Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Это хороший телефон Samsung. Короче говоря, суть в том, что работает Facebook, вы можете в течение эфира прямо, он у нас прямой, писать сообщения, делиться комплиментами или претензиями в адрес Кальянова. Мы ответим. Я думаю, что это твой айпад полетел под бурей наших комментаторов, которые писали комменты, желая заполучить футболочку. Она у меня тут прямо здесь есть. Я еще раз напомню, мы в прошлой программе вот такую футболочку пообещали нашим зрителям, тем, которые на страничке программы «Доживем до понедельника» напишут самый лучший комментарий на тему, почему хорошо сегодня жить в Днепропетровске на футболочке. В Днепре, вот что характерно. Да, в Днепре, простите. На футболочке уже ставший популярным логотип местный. Я живу в Днепре с рыбкой известной. Ироническая. Футболочка единственная, размер такой, я бы сказала, универсальный. Но она эксклюзивная дизайнерская штука. Да, она в единственном экземпляре. И победитель обязательно ее получит. Но вот мы уже нам интересные комментарии готовы зачитать. Я считаю первые три, да, люди старались. Они совершенно разные по поэтическим стилям. Например, вот Роман Гамасенко написал. Знаем, знаем Романа Гамасенко. Утесов, ну, подумаешь, что семейство. Почему семейство? Утесов в море называл Одесским. А я живу, друзья, уже в Днепре. Поэтому считаю, что причиной веской будет отдать футболку именно мне. И буду в ней я щеголять мимо пассажа, красуясь средь мустангов и пежо. И благодарен буду в понедельник передачи, пассажа передачи, в названии, которое есть и до, и жо. Ну, Роман, там нет мустангов и пежо. Парковки же брали вроде, да? Ну, они периодически возникают. Василий Старовой-то в другом стиле, в таком более простом написал. В полдень ночью на заре жизнь прекрасна лишь в Днепре. Честно, искренне молвлю, Днепр, я тебя люблю. Просто, но от души. И написала Катрин Штейн. Значит, тут такой стиль элегантный, интересный. Это я не лоббирую, но хотя мне это больше, сразу говорю, понравилось в стилу определенной защитности. Давай же читай. Если ты не жил в Днепре, как тебе я объясню? Днепр лучше на земле. Город в стиле урбан-ню. Урбан-ню. Корбан-ню. Не корбан-ню, а урбан-ню. И тут она, Катрин написала, Катрин Штейн, стих спустился из космоса, я ни при чем. То есть, с точки зрения какой-то линавности, я пока... Ну, мы продлим, да? А если что, претензии к космосу, если что? Урбан-ню мне понравилось. То есть, еще пишите нам, пишите, раскрывайте в себе творческий потенциал, открывайте чакры. Не обязательно в стихотворной, ведь. Да, не обязательно в стихотворной, но детка это Днепр. Можно что-то нарисовать. И это необратимо. Может быть, кто-то проза, может быть, кто-то напишет роман за неделю тоже. Может, кто-то пишет уже. Дела в нашем грешне. Поэтому давайте до следующей недели. Начать, по-видимому, нашу передачу с главной новости, которая, в общем-то, сегодня на всех каналах, во всех медиа, в интернете, ну и даже просто в разговорах, это возвращение Надежды Савченко в Украину. 25 мая, значит, произошел как бы обмен, да, помилованных с одной стороны Грушников, вот Александрова и Ерофеева, с другой стороны Надежды Савченко. Причем, ну это было президентское помилование. Савченко не подавал опрошение о помиловании, это была ее принципиальная позиция. Поэтому Путина о помиловании Савченко попросили родственники погибших российских журналистов. И Путин сказал, да, это вообще к Минску никакого отношения не имеет, это вот такой гуманный жест. Но на самом деле, я думаю, что жест не столько гуманный, сколько вынужденный, потому что мы понимаем, что на самом деле давление на Россию в связи с Надеждой Савченко было серьезным. Значит, ну, Савченко появилась, и все каналы наперебой с ней, куча интервью, куча передач, это все обсуждается. На самом деле, ждет ее уже там и парламентская, это самая ассамблея Европы, и в Раде она, в общем-то, ходит. Завтра она появится в Раде, и завтра начнется заседание с нее. То есть, очень неоднозначные, разнообразные, в общем-то, мнения по поводу Надежды Савченко. Ну, если ее воспринимать как политика, а, в общем-то, по сути дела, она позиционируется так. То вот я хотел бы зацитировать нашего же необщего знакомого, там, Евгения Кузьменко. Он говорит, что давайте к политикам относиться холодно. Если кто-то просто наделен какими-то полномочиями и что-то сделал, надо смотреть, что он сделал. Если он сделал правильно, хорошо, если нет, чтобы там не говорили о личных качествах, хочу на выход. Поэтому, мне кажется, что вот сейчас предстоит испытание, то есть, Украине предстоит испытание Надеждой Савченко, то есть, насколько вообще наше общество готово, ну, воспринять не какую-то там божественную героиню Жану Дарк, потому что Жанна Дарк, в общем, кончила, ну, печально свою жизнь, а политикой занимались другие люди. Но ярко. Ярко, да. Вот, согрело многих. Вот, поэтому и Украине предстоит испытание Надеждой Савченко, и Надежде Савченко тоже предстоит испытание Украиной, которая сегодня, в общем-то, ну, другая, не та, которой она покидала два года назад. Ну, я здесь соглашусь абсолютно. Мне кажется, что, вот, конечно, по-человечески огромное сочувствие, жаль до слез, и радостно за нее, да. Ну, вот, оценивая ситуацию, как встречали Надежду в Украине, видно всеобщее желание, ну, вот так вот, идолизировать наших избранников. В данном случае она действительно уже из военного превратилась в политика, пока еще, в общем-то, ничего особо не сделав, как политик. Вот, воспринимают ее, на мой взгляд, как мифического персонажа, уже наделяют нечеловеческими чертами. На самом деле она человек, человек не совсем здоровый на сегодня, не совсем, в общем-то, еще нам всем понятный, потому что действительно очень много странного и непонятного во всей этой ситуации. Зачем ее наделять такими чертами? У нас либо критиканство, либо вот полное неприятие, либо это идол. Естественно, ну, мне кажется, что это вот именно та ситуация, которая рождает в Украине тот самый дефицит лидерских кадров, именно поэтому, потому что люди вот так вот. Ну, плюс ментальные эти черты, да. Но я бы поспорил с тобой, потому что я вижу, что не только идеологизация, а наоборот, нету полутонов вообще, как бы нету. Нет, либо белое, либо черное. Либо это месье, да, которое разморошит всех этих проворовавшихся, все это, либо уже поливает грязью загодя. Да, да, я именно об этом. Вот, если, я посмотрел ее пресс-конференцию, она говорит, очень внятно, очень, там, где не знаю, она говорит, не знаю, но я буду учиться, видно, что говорит от себя, а не по технологии. Говорит грамотно, твердо, как бы четко. Но давать, как бы, оценку. Твиттер, понятно, и сети там, да, мне понравились какие-то, даже с юмором какие-то вещи, что сегодня поменяли одного мужука на двух баб, на Дегрушников, или теперь пора помиловать Крым, или мне больше всего понравилось, что Путин помиловал Савченко, 140 миллионов россиян, 140 миллионов россиян еще сидеть и сидеть. Ну, вот была очень хорошая статья Павел Казарин, она называлась «Гости из прошлого». Она, как бы, одиозное название, с ней можно спорить, и это тоже не клише, там, про Савченко, но он просто напоминает, когда она, вот, когда ее посадили, когда ее схватили. Это для меня, вот, человек, ну, я очень живо все, кожей помню, как это все, и понимаю, насколько эпоха прошла, микроэпоха для нашей маленькой, но гордой страны. Июнь 2014 года, да, вот пишет Казарин, вот вспомните, просто это факт, и в Славянске еще стрелков из Мариуполя выбивают сепаратистов, в Луганске сбивают Ил-76 с десантниками. Вспомните, я просто вот читаю это, просто всеми фибрами это вспоминаю. К северу от Луганска боевики берут девушку-летчиц, но она была тогда... Она ведь не высушница уже была. Да, разведчица, ну, Айдар, на батальоне Айдара. Я помню, как я смотрел этот допрос тогда в сети, у меня все просто переворачивалось. Я думал, фейк, не фейк, дай бог, чтобы фейк. Вот, исполняет обязанности президента до Турчинов, то есть до Малазийского Боинга месяц, до Иловайска два месяца, то есть совершенно другая эпоха. И, как очень, вот, написалось, когда ее взяли в плен, Семенченко считался перспективным военачальником. Коломойский был главой Днепропетровской ОГА, волонтерского десанта не существовало. В России медиа всерьез рассуждали о создании Новороссии. И, то есть, вот, как бы, Савченко человек из вот этого черно-белого, из логики войны, где нет места вот этим полутонам, где компромисс, это и есть капитуляция. Вот, и вот это, с одной стороны, когда мы погрязли за последний год, вот в этих двойных стандартах, там, вот этот весь револютивист, когда хочется иногда четкости, а с другой, вот, у меня лично это на разрыв, я поделюсь, может, косноязычно говорю, а с другой стороны, задрало вот этот черно-белый взгляд. Он действительно задрал тотальный черно-белый, свой-чужой. Человек не может жить все время, и страна в состоянии вот этого нерва, как бы, войны. Где зерно вот это? И я, дай бог, там, надежде, что она, ну, таким вот определенным очистителем прослужит, а не просто это будут смахнутые фигуры со стола или так далее. Мне кажется, здесь хороший шанс вот заметить, что она просто человек. То есть, хотелось бы просто призвать немножечко к терпению людей, то есть, без кумирства, без идолопоклонства, но и без этой конспирологии, вот этих гадостей, этой грязи, цинизм. Я думаю, что люди должны, в общем-то, сами созревать, ну, потому что нельзя рассчитывать на то, что появление какого-то любого человека, ну, в истории были там случаи какой-нибудь там. Ну, понятно. Ну, посмотрим, пожалуйста, мы видим. Ну, в общем, это, ну, надо себя, надо себя менять, надо себя, в общем-то, приспосабливать к меняющейся жизни для того, чтобы... Ну, вот посмотрите еще, как подавали каналы, да, различные телевизионные каналы подавали ее появление. От какого-то трепета некоторых ведущих, прям вот до дрожи в голосе и в руках, это вот, ну, просто вот идол спустился в студию, до показа, как она вот там босиком курит в перерывах, да, вот чуть ли не ведет себя. Так она человек, она ведет себя как живой человек, и курит, и, возможно, там, как-то, ну, как-то это была новость, надежда курит. Ну, и что, собственно, человеку свойственно. Давайте посмотрим, действительно, посмотрим на ситуацию. Никто не даст нам избавления, ни Бога, ни Царя, ни Герой. Да, будем верить, что испытания пройдут как одна, так и другая. Ну, тем не менее, да, завтра она откроет заседание Верховной Рады, она планирует обратиться и к депутатам, и к украинскому народу. Послушаем, посмотрим, потому что, конечно, она очень будет быстро меняться в условиях украинских. Ну, я хочу просто, вот, как бы, ну, это даже не в продолжение, а просто, ну, в какой-то степени, что вот за эти два года Украина действительно очень сильно изменилась, и она, в общем-то, если не стала стороной советов, то она стала стороной советников. Ну, я не говорю о сидящем здесь столом тоже советники, но на самом деле, помните, Исаакашвили приехал как советник, потом, значит, стал губернатором. И вот Лешик Бальцирович, это, в общем-то, знаменитый польский реформатор, он тоже теперь советник у нашего президента, и он, и, значит, вот эти два приглашенных персонажа уже вступили в определенный конфликт, потому что Исаакашвили ругает правительство, говорит, что оно плохо работает, а, значит, Бальцирович говорит, что, что это, это вообще вспоминают советские времена, что, дескать, ты не приходил, ты не появлялся, просто нас ругаешь. А в свое время, ну, в свою очередь... Не простил Бальцирович, потому что он не поддержал молодых реформаторов в Грузии. А в свое время, говорит, вот в Грузии он не поддерживал, он не поддерживал Шварднадзе тогда. Он отбеливал коррупцию, короче говоря, спорят между собой. Но вот появился молчаливый пока советник, который мне тоже импонирует, это Андерс Фогг Расмуссен, это бывший генеральный секретарь НАТО, да, ну, он до этого был премьером в Дании, там, два созыва, и был, руководил НАТО, то есть это очень серьезный человек, и если уже у нас такого масштаба появляются советники, то, наверное, что-то они присоветуют. А Бальцирович и Саакашвили, я вспомнил, был в польске, это популярный мультик многолетний, Лелик и Болик, да, я думаю, что уже можно снимать там Лешик и Мехо, да, исполнять. Ну, о советниках, да, но у нас же очень хорошая смена растет. У нас, да, четыре с половиной тысячи одиннадцатиклассников в этом году закончили Днепропетровские школы, Днепровские школы. Ну, они поступали, они в Днепропетровские школы еще пока. Давайте без войны стандартов, мы футболку за Днепро дарим. Да, был последний звонок на этой неделе, были выпускные сразу же, аттестаты вручили в 125 школах, и в этом году в Днепре рекорд. Да говори, как тебе удобно. Рекорд, ну, я не вижу ничего в этом страшного, перейдем постепенно. Рекордное количество медалистов, 277 выпускников получили медали, 197 из них золотые. Для сравнения, в прошлом году их было 134. Ну, и в лидерах Центральный, это бывший Кировский, Соборный, бывший Жавтневый, и Шевченковский, бывший Бабушкинский. По количеству медалистов все прошло красиво. Мне все прошло красиво, я имел счастье присутствовать на выпускном, одном из выпускных вечеров. И я хочу сказать, что даже вот мэр Небробедровска, Филата, он тоже сделал подарок выпускникам. Он разрешил выпускникам купаться в бассейне, в бассейнах, в этих, фонтанах города. Ну, как положено. Но премьер не подал. Премьер не подал. Но я вот, ну, все-таки такое дискриминационное разрешение. А если бы, а если человек там не получил аттестат, он не может купаться, там, как вот он должен предъявить аттестат, что он выпускник, и тогда его пускают в бассейн. А выпускники прошлого года. А 28-28 день пограничника был. Там же еще пограничники купались. Ну, в общем, короче говоря, что-то недоработано там, на самом деле. Ну, бассейны хорошие у нас. Много оказалось бассейнов. Вот видишь, как люди придираются сразу. Я не буду по этой теме говорить, потому что для меня она волнительная, как говорят. Ты в костюме был серьезен. Я отец выпускника, у меня костюма в природе нет, я в передачу не веду. И даже я не сшил себе и бальное платье, и костюм. Ну, да, трогательный момент. Я как отец выпускник. Среди медалистов нету его, но все равно ничего. Я люблю своего младшего. А зачем нужна медаль? Не меньше. Но помимо всего, очень много всего. И змею очень большую нашли в городе. То есть шаббат в Днепре получился очень веселый. Да вообще уже, которые выходные. Да, тот же Филатов, который тут упоминал, который купаться в фонтанах решил, написал, что веселый сегодня день, выпускные фонтаны, литовская делегация. У нас заминировали горсовет, сотрудников эвакуировали. Еще был звонок о минировании областной администрации, облсовета и так далее. Но все оказалось, в общем-то, фейком. И начальник полиции Баганис сообщил, что звонили из штатов. Звонок зафиксировать. И США, штат Кентукки. Я подумал, почему Кентукки? Может быть, потому что родина Бурбона, это кукурузные виски. Да, там больше всего. Ты мне, Гарик, меня хочешь перебить, а лучше... Нет, я почему? Ты что-то хотел сказать, по-моему? Он согласен с тобой. Да, я скажу. Я захочу тебя перебить, я тебя перебью. Ну, просто ты смотришь на него. Ну, то есть, Кентукки нам невозможно уже никого поймать и руки отрезать. И еще, это родина Линкольна, Кентукки, но это просто обозначает эрудицию свою, она не имеет... Расскажи, что ты подготовишься. Раз бы обо мне говорили. Меня все время на прошлой неделе, то есть, вот почему, может быть, и iPad пытались взломать. Но не меня, а мой аккаунт в Facebook, но это, по сути, все равно, что меня взломать. Вот, и последний раз, почему-то попытка, сообщил мне Цукерберг, что из Доугавпилса меня пытались взломать. Я не знаю, что... Не из Кентукки, да? Да, что я сделал Доугавпилсу, слова плохого не сказал. Тебя, по крайней мере, не минируют, понимаешь? Тебя хотя бы ломают. Хорошего, правда, тоже не... Но и не номинируют. Но и не номинируют, да. Вот, хорошо, что у нас хорошие коллаборы и шутки в программе. Вот, я продолжу. То есть, я слова плохого не сказала, Доугавпилси. Хорошего тоже, может быть, поэтому... Может, потому что Латгалия, Вата там, как бы, Латвийская, не знаю. Но мне напомнили продвинутые люди, что сейчас же 21 век, я все время забываю, что на дворе 21 век. Но это на дворе, мы сейчас же в студии находимся. И что пытаться могли войти не из Доугавпилса, а через него. Но я никому не позволю в себя входить через Доугавпилса. У нас на дворе 21 век, и у нас тут с вами скоро 27 округ будет. О, это отдельная вообще тема. У нас в июле отдельная тема. Да, в июле у нас будут довыборы по 27 округу на место выбывшего из депутатов Бориса Филатова. Вознесшегося в мэрское кресло. Вознесшегося до мэрских масштабов, да. И вот я бы сказала, что просто у нас женские страсти на этом округе. Это, кстати, мой округ тоже, я тоже буду голосовать. И мой, и вам тоже. Вот, так вот, да, это наш счет. Это округ программы «Доживем до понедельника». Мы потом, наверное, будем или не будем агитировать. Ну, просто вот женские страсти, я бы сказала, разбавленные такими редкими мужчинами. Редкими, но яркими. Очень сейчас Женя расскажет подробнее. Не, ну ты можешь тоже. Чего ты не доскаешь, я доскаешь. Не, ну девочки, женщины, все очень действительно яркие. Даже замечено очередное пришествие Виталии Шиловой. Зарегистрировано, я бы сказала, не замечено. Вот, о мужчинах, наверное, подробнее, да, ты расскажешь. Я не хочу о мужчинах, о женщинах. Ты не хочешь? Ты о женщинах хочешь? Ну, рассказывай о женщинах. Не, ну вообще, как бы, я хочу сказать еще особость этого округа в том, что это уникальный округ 27-й. Не только потому, что все трое ведущих программы даже на понедельник живут на территории этого округа. Он, я напомню, он всегда был самым продвинутым вот в Восточной Украине. Это не громкие слова, это слова, подкрепленная статистика. Даже в 2012 году, когда это был единственный округ в Восточной Украине, я даже не беру Донецкую, там, Луганскую, Одесскую, вот здесь взять Запорожскую, Харьковскую, где условные силы добра, ну тогда это были, типа, там, Батьковщина. Когда это считалось добро. Победили, это единственный был округ в Восточной Украине, они победили силы безусловного зла, ну это регионалов и коммунистов. Это был единственный округ, и он всегда так голосовал. И вот сейчас такая ситуация, что по отдельности есть три или даже четыре человека, которых я бы поддержал, невзирая на некоторые вопросы, но поддержал бы, если бы каждый из них шел один. А так мне придется поддержать кого-то. Поддержать точно мне, как бы, кого-то, потому что это мой округ придется. То есть есть добрые, знакомые люди, которых я уважаю и ценю. Но они все знакомые. Но их много, они все вместе, так называемые, демократические силы. И что характерно, от ОПА-блока, хотя говорили об Удоде, говорили о церкви, они туда не ставят человека. Идет Загид Краснов, ну может он дилер их, я не знаю, но он идет, как бы, работает в своей нише. У него там конкурентов особо нет. И в плане узнавается. А все вот эти хорошие люди, как всегда, от шикарных прогрессивных партий, они туда кинулись. И вообще, конечно, женский батл, о котором Лена говорила, для полноты там Кальяновой не хватает. Пошла бы, наконец-то, перестала заниматься вот этим лицом и кофточками здесь. Послал прямо в программе. Да, занимался. То есть идет женский батл. Таня Рачкова, волонтер, там известная, сейчас работает в структуре Министерства обороны. Но она идет типа самодвиженцем, хотя у нее цвета укропа там, но на самом деле она идет, ну понятно, от партии власти. Что я сейчас не даю оценки, ни хорошо, ни плохо. Я ее знаю и уважаю, как бы, Рачкова. Ну мы-то знаем, за кого ты будешь. Идет еще одна красивая девушка, Настя Староцкольцева, тележурналист, молодая, но тоже с большим политическим опытом. И тут чудно переплелось все. Она и с Красновым в свое время, как бы, сотрудничала, и с Шиловой, о которой бы не говорить. Потом была и действительно добилась шикарного результата в период, когда здесь было засилие регионалов, она второе место по этому округу заняла, ну очень достойно она тогда. И собиралась идти от БПП в 2014-м, я даже чуть не стал ее доверенным лицом, но потом вмешался Борис Филатов и пошел туда. И идет Оксана Атамчук, человек, которого я очень уважаю, юрист шикарнейший, это я еще не агитирую. Грамотно она идет от Укропа, но что было понятно, и для меня идет коллизия вопроса, я не знаю ответа на этот вопрос, Настя Староцкольцева, депутат вашей фракции от Укропа, она идет, типа, наверное, самым выдвиженцем, а сам Укроп выдвигает, может, Укропу надо разобраться? Ну, ведь на самом деле ведь людям не важно будет Укропа-то или... Но самое, то, что я сегодня обещал людям, мне уже звонят, как бы, и пишут, и я собираюсь лично, как бы, все-таки на Луценко выходить, пользуясь какими-то там, я не распальцовываюсь на связи... Это то, что идет Шилова. Нет, ну, я понимаю, я договорю, тем не менее. Идет Шилова. Да, Шилова, ну, фрик и враг, с моей точки зрения. Как это возможно? То есть, сделайте мне желтую карточку, не удаляйте меня, Завира, но я скажу, что раньше это была просто такая амбициозная телка, я больше не буду повторять это, я согласен с желтой карточкой в эфире. То есть сейчас это просто, с моей точки зрения, враг страны. Это спектр партии, это ксенофоб, это антисемитка, это просто сумасшедшая и постоянный гость российских каналов, и допуск ее, в принципе, к участию в этих выборах, это, конечно, полная фигня. Вот, и еще идет Вадик Шибанов. А Николай Кажут. Нет, я прошу, можно я хоть про Шибанова скажу? Да, расскажи. Да, но у нас уже немного времени. Нет, я просто хочу, скажу, но в свете такого списка большого, как бы, кандидатов, которые идут, Шибанов все-таки отличился, он сказал, что идея его предвыборной кампании это легализация проституции. Уточните, где, на 27-м округе или в Украине? Ну, я вот не знаю, если на 27-м округе, или может как-то шире, но по крайней мере... Это потому что делать их так много? Да, ну, наверное. То есть, может, он посмотрел на список... Красивых девушек, женщин. Да, да, и сказал, что мы должны бороться за свободу, проявление... А проституция какой? Политическая или бытовой? Я вот не раз... Наверное, там уже по прескуранту тут все зависит, так сказать, от... На самом деле, как бы, в развитых странах... Ну, вот об этом и ютубе. У нас просто очень развита политическая проституция. Один последний момент, вопрос. Вот вам, тебе, прежде всего, как тележурналист. Потому что я не знаю, я любитель, я не тележурналист, не политик, не официальное лицо. Женя, ты столько не уже в этой программе. Я могу, имею право говорить о том, кого я поддерживаю в эфире или не могу? Ну, конечно, ты столько сказал, что ты не, и не, и не. Нет, ну я... А что, думаешь, кому-то интересно, вот кого-то ты поддерживаешь? Да, думаю, что да. Не это, не это, не это. Кто такой гендин? Хорошо, в следующий... Тогда говори. Нет, я в следующий программе... Нет, ну он еще же цену не сформировал. Да, пока еще, в общем-то же, и не все зарегистрировались. Не все прайсы, да, пришли. Пока еще даже можно. Пока еще своей продажностью... Ну, я тоже скажу, что для меня есть абсолютно логичный человек в этой должности. Это женщина. Не, ну понятно, что буду поддерживать Оксану Тамчук. Безусловно, я буду поддерживать. То есть, как бы, и на основе личных знаний. Почему, скажу в следующий раз. Ну, к сожалению, просто узнаваемость у всех кандидатов разная. Есть узнаваемость очень хорошая, положительная. Фейсбучная, интернетная. Это одна аудитория. И не все ходят голосовать из этой аудитории. А есть узнаваемость просто уже давняя, за давностью лет. Ну, если быть реалистами, сейчас самая большая узнаваемость, конечно, из кандидатов. И, к сожалению, народ у нас голосует вот потому, что они знают. Посмотрим, это батл, это спорт, букмекер. Ну, по крайней мере, три голоса мы можем контролировать. Мне вот очень понравилась новость прошлой недели о том, как Путин сел в кресло. Я прошу не путать там со стулом Путина. Или Путин примерил на себя кресло византийских императоров. Во время встречи там со священным кино там на Афоне Путин посидел в кресле византийских императоров. Русские сразу же увидели в этом такую интронизацию Путина. Да, вот при этом совершенно печальные новости в отношении Украины. Сказал, что не перестанут стрелять в Украине до тех пор, пока не будут приняты изменения в Конституции. Да, это чистый шантаж. Пока не будет полной амнистии боевиков, децентрализации, особого статуса Донбасса. Ну, на самом деле там собралось семь ребят в Японии. Они не примеряли на себя трон. Это была просто большая семерка. И они, в общем-то, достаточно жестко сказали, что санкции прекращать не будут. И если, в общем-то, не будут выполняться со стороны России определенные, в частности, минские договоренности, то санкции будут усиливаться. И, значит, Путин, он сказал, там, в ответ на то, что Крым все-таки надо вернуть Украине, он сказал, ну, он же любит всякие цитаты и поговорки, он сказал, дай бог в вашем утиляти съесть нашего волка. Ну, так пошутил, да? Ну, если раньше все-таки он называл Россию медведем, то сейчас все-таки уже как бы немножко... Медведев просто рядом. Да, да, ну, уже немножко, так сказать, уменьшил, так сказать, аппетиты. Россия играет с огнем, потом огонь будет играть с Россией, уже начинает. Я коротко скажу о духовном, мы же говорили... Коротко, потому что я о культуре. Да, о Афоне, не фильме Афоне, потому что все, что касается города, особенно нашего университета, не безразличное. Одного тут человечка лишили звание почетный доктор университета, оказывается, причем за систематические антиукраинские высказывания. Оказывается, это некий Гундяев, у которого там погонялок, там, кличка Патриарх, Патриарх Кирилл. Оказывается, он с 2010 года был почетным доктором нашего университета. Вот Вилкул лишили, его лишили. У вас 8 июня сессия, может, ты не знаешь, там Лазаренко вроде, а Чайки посмертно режиссеру оперного театра вроде должны это звание. Но это звание, конечно, разбрасывается. Тоже два слова о культуре. Не дадут мне сказать. Просто, оказывается, Днепроведровск, конечно, город, культурная столица, но вот есть рядом Кривой Рог, который поздравлен Александром Вилкулом. Он сказал, что это город ученых, это город металлургов, это город театров, и это город консерваторий. Вот. И, в общем-то, жители Кривого Рога, они, конечно, были просто шокированы и обрадованы. Ну, я не знаю, что имелось в виду. Но сейчас там шипа... Передул в тромбон немножко. На следующей неделе, на этой неделе всего хорошего. Ну, я к этим словам по цвету этой кофточки добавлять ничего не буду. На этой ноте... Заканчиваем. Сегодня. И не забывайте о футболке, комментарии. Ждем ваши комментарии о том, как хорошо жить в Днепре, почему хорошо жить. Пишите нам, звоните. До следующего понедельника. Спасибо за днем. Детка, это Днепр, свыкнитесь с этой мыслью. Всего доброго. До свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok